Знаменитые галечные пляжи Сочи. Сейчас здесь прохладно и, естественно, пустынно. Однако есть что-то, что присутствует всегда здесь, на Черном море. Это особый звук. Слушать перекатывание гальки морскими волнами и любоваться видами можно и в прохладную погоду, когда на градуснике плюс 10. И если на побережье благоухают цветы, то в горах еще продолжается зима. Горнолыжный курорт «Роза Хутор» до 10 мая привлекает лыжников и сноубордистов. Добрый день! Это самая верхняя точка подъема 2320 метров. А идет снег, как вы видите, вот подъемник еще можно наблюдать, а вот здесь вот уже просто белая-белая мгла. Видимость не превышает 10 метров отсюда. С пика «Розы Хутор» кажется, что в никуда стартуют туристы. Тяжеловато, потому что снег, видимость ухудшается, поэтому надо более-менее так аккуратно приехать. Ну, нормально. В очках цепральные очки подбирать, то все хорошо. В принципе, для апреля это вообще замечательно. Тем более у нас в Сочи. Первая линия горнолыжного курорта открылась 5 лет назад. Сейчас здесь 20 подъемников и 77 километров трасс. В это время года ски-пас, то есть билет на неограниченное количество подъемов в день, стоит около 1000 рублей. Для примера, в швейцарских Альпах в апреле ски-пас обойдется в 3500 рублей. Совсем честно. Ну, честно, тем, что доллар стал в два раза дороже. Кроме как сюда больше никуда не поедешь. А так-то в Альпе все ременья же. Но, тем не менее, здесь, я чувствую, вот все-таки вложились, так сказать. Вложились, конечно. Вложились. Хорошо. Нет, хорошо здесь сделали. Во время такой снежной погоды на Розе Хутор делать, по сути, нечего, если у тебя нет лыж или сноуборда. Вот, может быть, одно из немногих развлечений. Это вот сделать селфи или просто сфотографироваться на память с такой вот большой матрешкой. Ну, что я, собственно, и сделаю. Так что, Денис, снимай. Роза Хутор, привет! Красноярск, привет! Привет! Еще несколько лет назад здесь, на этом месте, практически ничего не было, кроме прекрасной природы и реки, и, конечно же, вот этих великолепных гор. Сейчас же здесь Роза Хутор – курорт, но больше он похож все-таки на сказочный городок. Все эти прекрасные дома – места для временного проживания, построенные к Олимпиаде. Это гостиницы, рестораны и развлекательные центры. Вот, например, Центр Галактика. По сути, это торгово-развлекательный комплекс. Здесь есть магазин, львовая площадка и бассейн, но посетителей немного. Туристов сюда водят на экскурсии, просто поглазеть. Представитель Галактики так и не смог сказать, окупятся ли вложения в этот роскошный магазин. Просто существует, грубо говоря, несколько планов развития, и каждый из них предполагает совершенно разные сроки. Поэтому точных данных я даже вам не смогу предоставить, при всем желании. Мы сейчас над этим работаем. Есть на Розе Хутор особое место – центр «Моя Россия». Здесь наша страна представлена, так сказать, в миниатюре – от Дальнего Востока до Кавказа. Каждый регион представляет свое здание. Вот, например, Красная Москва, а Сибирь – это мрачный почти острог. Задуманный как этнографический центр «Моя Россия» сейчас – это комплекс гостиниц с кафе. Впрочем, в это время года он почти пустой. Хотя в целом первый постолимпийский сезон в Розе Хутор руководители курорта оценивают хорошо. За зиму его посетили почти полмиллиона туристов. Директор курорта Александр Белокобыльский родился в поселке Красная Поляна. И он видел, как за 60 миллиардов рублей пустой берег реки превратился в место отдыха мирового уровня. Кроме того, что я директор, я еще и житель Красной Поляны. Поэтому мне особенно приятно то, что вот этот большой проект вписался очень хорошо и гармонично в Красную Поляну, в мою родину. Поэтому мне все это достаточно близко. Я с самого начала в этом проекте. Поэтому мне нравится все. И я рад тому, что я участвовал в этом деле и продолжаю участвовать. Экстремальные развлечения в Сочи. Прыжки в пропасть и прогулка на подвесном мостике, захватывающие американские горки и трасса Формулы-1. Об этом в следующей серии проекта «Новый Сочи». Андрей Стародым, Денис Тимошенко. Новости. Партнер проекта «Регион-24». Авиа и ЖД-билеты на все направления по выгодным ценам. Бронирование на сайте регион24.аэро.